Раз в 12 лет случается грандиозное событие, Юпитер возвращается в свою обитель, в знак зодиака Стрелец. С 8 ноября 2018 года по 2 декабря 2019 года Юпитер в Стрельце. Юпитер — это мировоззрение, авторитетность, общественные интересы, социальные устремления и удача в жизни. Юпитер — это высшие знания, религия, философия, дания путешествия и поездки. Юпитер — это социальность и расширение. Социальная планета — планета общественного взаимодействия, друзей и коллективов. Большое счастье и Дед Мороз гороскопа. Стихия Стрельца Юпитера — огонь летящий, огонь в стреле. Принцип активность. Анатомически Юпитер отвечает за бёдра. «Я понимаю», — говорит Юпитер, «но а ключ к Юпитеру — это визуализация». Юпитер — гуру, прямолинейный, свободолюбивый философ, с широкими взглядами на мир. У него спортивный дух, он великодушный, он оптимист, он справедлив, он религиозен, он энтузиаст. А ещё у него гибкий аналитический, академический ум. «Год везения» ожидает всех юристов, священников, издателей, судей, общественных деятелей, всех, кто связан с заграницей в любом варианте. Экскурсоводы, путешественники, гиды, все, кто в высшем образовании, все преподаватели, все, кто учится, все воспитатели, все учёные, а также предприниматели, философы, филантропы, издатели и писатели. Юпитер за правду и за широту, за оптимизм и радость жизни. Юпитер — это улыбка. Юпитер — это добрый учитель, который ставит вам отлично, не за то, что вы на отлично выучили урок, а за то, что вы, в принципе, учились, за то, что вы, в принципе, старались, за то, что вы что-то делали в коллективе, чтобы понять, где и как вам поймать удачу, вам нужно вспомнить ситуацию утренника в детском саду. Вам нужно прийти куда-то на какой-то праздник, там, где много людей, и там, где кто-то один большой меценат-благодетель будет раздавать подарки просто так. Вам нужно выучить стишок. Неважно, как вы его выучите, неважно, как вы его расскажете. Даже если вы его не расскажете, Дед Мороз вам подарит подарок. Всё равно. Просто будьте в обществе. Вот главный принцип Юпитера. Просто расширяйте круг знакомств, круг общения, круг знаний, круг интересов. Передвигайтесь. Если у вас нет возможности путешествовать по Земле, в прямом смысле слова, то заходите в интернет и путешествуйте там. Если вы, к примеру, как я, интроверт, и вообще не любите ни с кем общаться, вообще не любите бывать в толпе, то, пожалуйста, интернет, социальная активность — это тоже по Юпитеру. На моём канале уже есть гороскопы на ноябрь для каждого знака Сдиака, и я рассказала там для вас, что несёт целый год Юпитерианский. Сейчас я быстренько пробегусь, коротко, но хочу, чтобы вы услышали меня. Пожалуйста, если вы ждёте удачу просто так, не ждите её, сидя дома. Вам нужно выйти на общество, вам нужно выйти в люди, вам нужно выйти на сцену, открытую или закрытую. Вы можете вещать где угодно, даже сидя дома. Даже сидя дома вы можете контактировать с большим количеством людей. Это залог успеха. Контакты — щедрость, дружелюбие, миролюбие, философские взгляды на мир, глобализация, когда вы уверены, что все должны быть счастливы вне зависимости от расы, национальности и религии. Увны — удача в путешествии, обучении и контактах с иностранцами. Расширяйте мировоззрение. Тельцы — удача в чужих деньгах, в том, что, как вам дает партнёр, деньги или сексуальная энергия. Здесь всего будет много. Не стесняйтесь, берите деньги в дар, а не в долг. Близнецы — очень много вариантов для вас заключить. Великолепное партнёрство. Несколько предложений руки и сердца. Выбирайте лучшего, выбирайте щедрого и доброго благодетеля. Или оптимистичную, жизнерадостную девушку, если вы мужчина. Раки — много хорошей, доброй, весёлой работы для вас. Много радости дома и в быту. Улучшение здоровья. Львы — очень много любви или любовников. Расширяйте сферу своих интересов и хобби. Продвигайте свои творческие проекты в массы. Вам будут покровительствовать все люди счастливые. Ищите тех, кто улыбается, и улыбайтесь миру. Девы — удачный новый дом. Покупка, продажа, переезд. Всё для вас будет хорошо. Также улучшится ваше взаимоотношение в семье. Весы — очень много полезной, удачной, благоприятной для вас информации, которая сделает вас оптимистом и начнёт для вас какой-то новый этап труда ручного. Вы будете своими руками создавать какие-то великолепные золотые горы. Скорпионы. Ну а ваши золотые горы — это в прямом смысле горы денег, потому что Юпитер заходит в ваш второй дом и расширяет ваш кошелёк. Удача в деньгах — везде и повсюду. Очень много денег. Рог изобилия. Стрельцы. Удача в любой, каждой сфере вашей жизни. Везде, где вы хотите. Вы можете расшириться. Получайте удовольствие по всем параметрам, по всем программам, но не забудьте об умеренности. Удача будет сопровождать вас, если вы будете выглядеть статусным, уважаемым человеком. Козероги, вас ожидает целый год медитативного просветления. Поздравляю вас. У вас расширится, увеличится понимание тонкого мира. Интуиция будет на высоте. Вы сможете в уединении постичь законы мироздания. Если вы хотите, то можете эмигрировать за границу. Или просто ездить отдыхать к морю и океану. Водолеи, любая ваша мечта сбудется. Удачно, хороший период для вас играть и выигрывать в лотерею великолепный. У вас увеличится количество друзей. У вас увеличится количество вариантов, расширится в интернете, в вашем коллективе. Вас многие полюбят. У вас станет очень много поклонников и любви, которые вы получаете от них. Но главное, это, конечно же, удача на ровном месте. Потому что одиннадцатый дом – это дом руки с небес. Это когда вам действительно из рога изобилия удача сыпет награды. Рыбки, удачная карьера. Вы можете стать теми профессионалами, которые будут признаны в обществе. В начале видео я перечислила те профессии, которые будут особенно удачно продвигаться. Послушайте, пожалуйста. По Юпитеру в десятом доме вы можете стать даже депутатом. Желаю вам продвижения в карьере, счастья везде и повсюду. С Юпитером нас всех! Всего доброго!